МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия. Гаврил Левин, Гаврил Прокопьевич, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Гаврил Прокопьевич, вот с чего начнем скорее. Из интервью Дмитрия Медведева российским телеканалом. Ситуация в ЖКХ сложная. Действительно, бизнес не очень охотно идет в ЖКХ. Для этого нужно создавать привлекательные условия. Жилищно-коммунальная сфера недофинансирована. Общий объем инвестиций, который необходим в жилищно-коммунальной сфере, составляет где-то приблизительно 2-2,5 триллиона рублей, понятное дело, по всей стране, по России. Значит, и сразу из этого абзаца, ну, просто масса вопросов. Как бы вы оценили ситуацию с ЖКХ в Якутии? Как стабильную, как сложную, как развивающуюся? Как? Ну, действительно, вот сегодня высокая дотационность и монополизм в сфере жилищно-коммунального хозяйства не стимулируют участников рынка к рациональному использованию энергоресурсов, оптимизацию затрат и применению новых энергосберегающих технологий. Поэтому предоставление жилищно-коммунальных услуг должно стремиться к переходу самокупаемости с минимальным участием государственного бюджета республики. Ну вот, сфера жилищно-коммунального хозяйства нашей республики, по экспертным оценкам на сегодня, имеет большой потенциал для повышения эффективности. Это достигает примерно 40%. Но для того, чтобы использовать этот потенциал, нужно применить новые эффективные технологии, и дальше, значит, использовать поэтапные комплексные модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства. Это сейчас делается? Да. И, конечно, привлечение инвестиций. Это мы видим использование механизма государственного частного партнерства. А как привлечь бизнес? Какие условия надо бизнесу создать, чтобы он пришел в сферу ЖКХ? Ну вот, поэтому сегодня мы разрабатываем концепцию преобразования в сфере жилищно-коммунального хозяйства на долгосрочный период. Поэтому основными направлениями будут определены основные направления, цели и задачи. И одним из первых пунктов – это продолжение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, то есть увеличение доли частных инвестиций. Мы сегодня имеем у себя в республике положительный пример. Это использование трех конституционных соглашений. Это в Алданском районе, в Намском районе и в городе Ленске. Поэтому мы будем продолжать данную работу в этом направлении. Насколько есть недофинансирование, собственно говоря, в отрасли? Если вот оценить, например, за пять лет, вот период с 2019 по 2016 годы, из государственного бюджета на модернизацию объекта выделили на 6,6 миллиардов рублей, а вот внебюджетные средства за этот же период составили 26,7 миллиарда рублей. То есть, но для того, чтобы вот все привести в нормальное состояние, нам потребуется по республике, это имеется в виду, порядка 60 миллиардов рублей, это в ценах 2015 года. Понятно. Стратегия 2030. Еще одна цитата. Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг сейчас составляет 26,3%. Ну а к 30-му году она должна вырасти на 60% до 41%. Ну, как бы вы прокомментировали первую цифру, саму 26,3% удовлетворенность качеством жилищно-коммунальных услуг населения. А потом я продолжу. Ну, вообще, развитие жилищно-коммунального комплекса, оно из двух как бы фундаментальных направлений состоит. Это первое, повышение качества и доступности услуг. И второе, это повышение уровня благоустройства жилфонда. Вот. Ну, конечно, сегодня у нас жилищный фонд характеризуется низким уровнем благоустройства. Ну, вот по статистическим данным, по итогам 2015 года, по всей республике, вот, всеми видимое благоустройство обеспечено 44% всего жилфонда республики. Вот. Поэтому, ну, основная задача, это вот комплексный подход, чтобы для увеличения доли жилфонда всеми видами благоустройства, как в нововодимых жилья, так и существующего жилья. Ну, сегодня основная проблема вот у нас в республике еще и является обеспечение качественной питьевой водой населения. Ну, вот анализы показывают, что всего вот водозаборными сооружениями у нас обеспечены 16,3% населенных пунктов. То есть, эти вот 71 населенных пункт, это подрусловые водозаборные станции, и 33 это скважинные водозаборные сооружения. Но при этом объектами водоочистки у нас обеспечено только 7% населенных пунктов. Соответственно, вот 533 населенных пункта, ну, как бы, они обеспечиваются самостоятельно. Ну, путем вот лед берут, да, заготавливают зимой, в зимнее время. И в летнее время, ну, организуют подвоз воды автотранспортом в летнее время. Вот. Ну, для того, чтобы вот это привести в нормативное 100% состояние, требуется 27 миллиардов. Это по водоснабжению я имею в виду. Та же самая у нас ситуация и по водоотведению. То есть, всего 7%. То есть, 5% у нас, как бы, вот, обеспечено, ну, канализационными системами, да. То есть, это получается из 36 муниципальных образований у нас 21 отсутствует централизованная канализация. Вот. Поэтому, ну, требуется... Это, думаю, цифра такая, 26,3% удовлетворенности услугами ЖКХ. Да, совершенно верно. А на самом деле, пол России могло бы, наверное, подписаться под фразой Жюля Верна такой. Если мы не потонем и не разобьемся, если мы не умрем от голода, у нас еще всегда остается возможность сгореть заживо. Это писал Жюля Верна. Эта фраза применима абсолютно к ЖКХ. Ну, у меня есть такое ощущение. Так как же все-таки достичь вот этого 41% удовлетворенности? И почему именно 41% написано в стратегии 2030, а не 53% или там не 35%? Ну, мы сейчас полагаем, вот, идет сейчас реализация программы сноса аварийного веткового жилья. Вот в этой части идет строительство благоустроенных домов, да, со всеми видами благоустройства. Ну, и большое внимание уделяем и благоустройству сельских населенных пунктов. Поэтому и в части вот нашей государственной программы предусматриваются средства. То есть мы сейчас, вот, начали с 2013 года подключение частного сектора централизованному отоплению. А так, в целом, вопрос, ну, должна решаться, вот, обсуждая вот эти стратегии развития путем зонирования. То есть республики, это в каком плане надо привязаться к развитию газотранспортной системы, да, там, где пройдут магистральные, там будут газифицированы. Соответственно, через газификацию это перевод котельных на газовое топливо, перевод домов на газовое отопление. И электроснабжение, развитие электроснабжения, это, в частности, у нас западный район, да, где, если будут снять ограничения закрытых центров питания, там будет развиваться электроотопление. Гаврил Прокопьевич, уже не очень много времени остается до конца программы. Давайте подведем вкратце итоги года благоустройства в республике. Да, мы вот вчера торжественно закрыли год благоустройства, передали эстафету году молодежи. Ну, подводя короткие итоги, конечно, очень много сделано. Вот из 64 намеченных пунктов индикаторов полностью мы сегодня исполнили. Что еще можно сказать? Ну, самое главное, это мы нашли поддержку среди населения, среди организаций, общественности. Очень активно все проходило. Вот, поэтому это вот самый, как бы, итог. И второе, ну, у нас вот начали преобразоваться наши населенные пункты. Это уже чувствуется, глаза бросаются. Но эта работа будет безусловно, потому что... Может, выделите какие-то муниципальные образования района? Да, ну, вот мы вчера проводили номинации по разным категориям. У нас вот Шарханский наслед, например, Нюрбинского района получил номинацию. Нижний Куранах, город Мирный. Ну, и ряд других населенных пунктов получили, вот, победили. Ну, и в течение года мы проводили разные конкурсы, акции. Вчера тоже подвели итоги рисунков, вот, детишек, да. Ну, и там ряд номинаций «Народный репортер». Я делаю свой край чище и краще. Города республики изменились к лучшему? Вот, на ваш субъективный взгляд. Вы же, наверное, за этот год тоже много ездили. Да, я много езжу и действительно чувствую. Ну, конечно, за этот короткий период, да, ну, сделать очень много работ тоже невозможно. Потому что это только начало. Да, конечно. Поэтому мы... Еще один опыт, это, то есть, итог года, это вот мы привели огромный опыт, да. В части нормативных правовых мы выпустили методическое указание концепции художественной и архитектурно-художественной концепции. Спасибо вам за встречу. С вами была «Арена событий». Я напоминаю, что в гостях у нас был министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Саха-Якутия Гаврил Левин. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»